На дисплее заправочной колонки сразу несколько непривычных характеристик. Плотность, давление, объем. Здесь автотранспорт заправляют природным газом. Эта автозаправочная станция в Якутске первая построенная по республиканской программе. В Якутии с ноября этого года возмещают часть затрат, связанных со строительством станций, где заправляют природным газом. Его преимущества водители оценили. Новая АЗС многотопливная. Кроме компримированного природного газа, здесь есть колонки с четырьмя видами традиционного жидкомоторного топлива. Есть зарядка для электромобилей. Для удобства клиента увеличен зал обслуживания. Здесь можно купить сопутствующие товары и выпить чашечку кофе. Теперь Саханефтегазбыт планирует поэтапную реконструкцию всех АЗС на территории республики. Их приведут к единому стандарту обслуживания. В очереди на реконструкцию заправки в Покровске и Ленске. В городе Ленск работы уже начаты. Разработана проектно-сметная документация. Получено разрешение на техническое присоединение к газовым сетям. Закуплено основное оборудование, компрессорные станции, топливо-раздаточные колонки. Ввод в эксплуатацию многофункциональной заправочной станции в городе Ленск планируется в третьем квартале 2022 года. Заправку в Ленске построят не с нуля. Под реконструкцию попадает старая АЗС номер 48 в промышленном районе города. Здесь заправляется автопарк «Алмаз-дор-Транс». Потенциальный клиент, генеральный перевозчик «Алроса» постепенно переводит подвижной состав на природный газ. В «Алроса» с 2016 года эксплуатируют газовый транспорт. Пока только на Мирненской и Айхальской площадках. Закупают автобусы, тестируют карьерную технику, переводят на природный газ сидельные тягачи. Ленск – важная логистическая точка в доставке грузов на север. И газовая заправка здесь тоже нужна. Это обсуждали представители региональных компаний «Исаха-нефтегаз-сбыта» в начале 2020 года. Тогда из-за отсутствия мер поддержки в республиканской программе сроки строительства объекта сместили. Сейчас, когда есть инвестор и закуплено оборудование для строительства АЗС, «Алмоздуртранс» пересматривает программу обновления автопарка на 2022-2025 годы. Тема применения природного газа «Метан» актуальна. По Ленску мы планируем порядка 100 машин перевести транзитного транспорта чисто в газовый режим. И около 50-60 машин по частному транспорту. «Саха-нефтегаз-сбыт» ожидает, что заправка будет востребована и муниципальным транспортом. Станция в Якутске ждет поступления 100 новых газовых автобусов. Они поступят в марте 2022 года. Опыт перевода городских перевозок на альтернативное топливо могут перенять и районы республики.